Иван Шишкин. Великий мастер пейзажа. 25 января 1832 года родился Иван Иванович Шишкин. Русский художник, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. 25 января 1832 года родился Иван Иванович Шишкин. Является самым знаменитым и самым сильным русским пейзажистом. В нашей истории не было мастера, способного составить ему должную конкуренцию. Творчество художника поражают удивительными познаниями растительных форм. Каждый компонент его картин был индивидуален. За 66 прожитых лет Иван Иванович создал более 500 полотен. Конечно, мы не имеем возможности полюбоваться всеми, но даже несколько из них самым магическим образом оставят в душе неизгладимый след. Приглашаем вас совершить мини-экскурсию по виртуальному вернисажу. Полгень в окрестностях Москвы. В начале это был просто эскиз, который живописец набросал летом 1866 года, когда гостил вместе с другом и однокурсником Львом Каменевым в усадьбе Братцева. Местные виды очень приглянулись художнику, и даже через три года он не смог о них позабыть. Поэтому и превратил наброски в полноценную картину. На картине зритель видит типичный сельский пейзаж. Вдалеке виднеются несколько исп и церковь. За ними идет поле и полоса густого леса. Слева отселения протекает извилисто-широкая река. На переднем плане изображена проселочная дорога, кривая, местами размытая, петляющая. С обеих сторон от нее расположено широкое золотое поле, на котором колосится рожь. На обочине дороги также растет зеленая трава и разные полевые цветы. Полгень в окрестностях Москвы стала первой картиной, которую приобрел Павел Третьяков для своей в будущем знаменитой галереи. Для Шишкина событие оказалось крайне удачным. После этого он стал известным и успешным художником. Рудка леса Это одно из его первых творений во время поездки на Валаам. На картине изображен процесс заготовления строительных материалов из дерева. Легко и непринужденно показаны особенности и красота русской природы. В сюжете лесная поляна освещена солнечными лучами, пробивающимися сквозь деревья. В самом ее центре лежит свежеспиленная ель. Над ней склонилась тонкая белая березка. Она как будто плачет над своей лесной подругой. Автор изобразил в пейзаже смешанный лес. Можно любоваться соснами, березами и елками. Скорее всего, картина запечатлена после обеда, потому что тень от деревьев падает к солнцу. От картины как будто исходит древесный хвойный аромат. Несмотря на то, что спиленное дерево нарушает гармонию леса, природа вокруг радует глаз естественностью и красотой. Хранится произведение в Третьяковской галерее в Москве. Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. Тема стихийной мощи русской природы в картинах живописца раскрывалась в суровом величии ее лесов с колоннадами могучих стволов. Его пейзажи дают зрительные аналогии словам-метафорам, существующим в русском языке для описания национального пейзажа. Раздолье. Просторы. Чащобы. За пейзаж «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» художник получил первую премию Общества поощрения художников в 1872 году. А в 1878 году картина украсила экспозицию Всемирной выставки в Париже. Картина «Рож» Ивана Шишкина – это прекрасный образец русской живописи, который восхищает своей красотой и гармонией. На полотне изображен летний пейзаж, где на фоне голубого неба и белых облаков раскинулась золотистая рожь. В центре картины виднеется дорога, идущая через поле, что означает и создает ощущение уюта и защищенности. Вокруг расположены небольшие кусты и цветы, которые добавляют ярких красок в общую картину. Шишкин мастерски передал настроение летнего дня, когда все вокруг кажется спокойным и безмятежным. Картина «Рож» – это настоящий шедевр, который не оставит равнодушным ни одного ценителя искусства. Картина «Дорога в Оржи» можно отнести к шедеврам живописца Шишкина. Необъятное синее небо, усеяно воздушными белыми облаками, говорит нам о прекрасной погоде. Деревья почти не видны за горизонтом, а это означает, что и дорога, и поле простираются еще далеко-далеко от изображенного пейзажа. Золотая рожь заливает светом все вокруг, словно солнышко. От этого становится светло и радостно на душе. В центре картины художник изобразил небольшую фигуру путника в темном одеянии и с белой связкой за спиной. Он держит в руке длинную палку, которая должна помочь ему преодолеть предстоящий долгий путь. «Лесные дали». Картина была написана в 1884 году. Здесь Шишкин особенно ярко проявляет переполняющую его любовь к родной земле и ее бескрайним красотам. Написанная, как будто с высоты птичьего полета, картина самопытна по своему композиционному ключу. В оптическом центре виднеется маленький водоем, который в какой-то степени символизирует лучезарность природы, насыщенной солнцем. Зрителю становится понятно, что зеркальная, блестящая гладь воды отражает прекрасное летнее небо. Но этот броский блик света в соединении с переливами света на кродах деревьев наполняет среду картины какой-то сказочной аурой. Дубки. В картине чувствуется тишина и покой полудня. Главным предметом в картине мы видим молодые дубки, в тенях крон которых укрылся скот от полуденного солнца. Все больше наблюдая за природой, Шишкин открывал для себя новые возможности свето-воздушной среды и колорита. Утро в сосновом лесу. Вероятно, это самое известное полотно, принадлежащее кисти великого мастера. Картина пользуется широкой популярностью за счет композиционного включения в пейзаж деталей сюжета. Утро в сосновом лесу максимально точно передает состояние природы, которое живописец увидел на острове Карадамля озера Селигер. Здесь изображен не мрачный дремучий лес, а лучи солнца, бойко пробивающиеся сквозь ветви вековых деревьев. Интересный факт. Существует версия, что идея картины принадлежит художнику Савицкому, который в итоге выступил в роли соавтора произведения искусства и написал фигуры медвежат, естественно, по эскизам Шишкина. Действие картины «Дождь в дубовом лесу» происходит в дубовой роще в летний, теплый и дождливый день. В центре полотна художник нам показывает размытую дождем тропинку. Она вся размыта, а сбоку мы видим большую лужу. Лесная дорожка ведет нас вглубь леса. По ней неспешно, обходя лужи и грязь, идут под одним зонтом мужчина и женщина. Скорее всего, это муж и жена. А перед парой мы видим одиноко идущего мужчину. Кто-то даже иногда делает предположение, что здесь художник изобразил сам себя. Детальность, характерная для Шишкина, достигает в этом полотне «Дождь в дубовом лесу» своего пика. Так как мы видим яркую, насыщенную зелень и испарение от дождя, и нам понятно, что день очень теплый, и дождь вот-вот закончится. Скоро выйдет солнце. Оно уже местами проглядывает. То там, то здесь видны солнечные блики. Шишкин внес неоценимый вклад в отечественное искусство. Он был не только мастером пейзажной живописи, но и талантливым педагогом. В своих картинах он передал нам всю красоту и силу отечественной природы, которую, казалось бы, невозможно выразить кистью. Многие потрясающие картины Ивана Ивановича Шишкина хранятся в коллекции Третьяковской галереи. Творчество его – уникальное наследие, которым посчастливилось видеть нашему народу, и которое навсегда останется в сердцах и памяти. Продолжение следует...